Сегодня ситуация с COVID-19 и, конечно, этой волной повторной, которая накрыла весь мир, требует от нас и от профсоюзов, и от всего общества, и от всех нас понимания, чтобы для того, чтобы нам сохранить, что мы имеем, мы должны просто лучше работать, чтобы сохранить и заработную плату, и социальную защиту людей, и неплохие социальные гарантии, которые есть в нашей стране. Мы должны быть вместе и мы должны просто лучше работать. Все понимают, что я прав. Это психоз, самый настоящий во всем мире. И еще раз подчеркиваю то, что говорил до выборов. Кому-то это выгодно. Сейчас мы уже видим, кому. Поэтому мир сейчас начали перекраивать. И COVID – это не медицинский термин. Это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня, это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир. Вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствиями обрушения экономики. Евросоюз, ВВП рухнет на 20%. Сейчас уже это видно. Отдельные страны. Соединенные Штаты обрушились. Там 1% США обрушения. Это рушится вся мировая экономика. Китай недополучает тот ВВП, который был. Поэтому то ли еще будет. Наши же протестуны и беглые, беглые особенно, которые сидят там в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде. И мы тут придем, возьмем Беларусь тепленькой. Ни черта подобного. Не возьмут они Беларусь тепленькой. Мы выстоим. Но будет непросто. Непросто будет в экономике. Постараемся выдержать то, что есть на сегодня. Но людям надо говорить, да людей надо доносить до трудовых коллективов, до организаций, что это время будет непростое. И тот, кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сохранится и сохранит свое государство. Все зависит от нас. Да. Недавно я говорил по поводу врачей. Не знаю, как меня врачи поняли, но еще раз хочу подтвердить. Мы не против того, чтобы помочь с ковидом. Той же Польши. В России непростая ситуация. Никто не против помочь, но это должно делаться по-человечески. Мы не против того, чтобы поехали, но это должно делаться организованно. Поэтому хотите, чтобы мы вам помогали? Пожалуйста. У нас есть опыт, у нас есть хорошие врачи, есть хорошие специалисты. Мы вам будем помогать, мы вас будем консультировать, как мы с китайцами постоянно консультируемся. Мы будем вас лечить, если это надо. Но прежде всего мы должны заботиться о своем народе, о своем государстве. Так же, как и поляки. Но это наши соседи. И польское население, поляки, ни в чем не виноваты, что их руководство проводит такую политику. Они сами против такой политики. Посмотрите, до двух миллионов протесты в самой Польше. Населению Польши и народу не нравится та политика, которую проводит там Дуда и прочее. Никто там не даст работать нормально нашим врачам. Никто не даст. Будут второстепенную какую-то, третистепенную роль играть. А я не хочу, чтобы издевались над нашими людьми и нашими врачами таким образом. Поэтому я их предупреждаю. Смотрите, прежде чем выехать туда. Вот в чем моя позиция. А не потому, что я тут закрылся и никого не пускаю. Мы не собираемся закрываться. Мы не сможем закрыться. У нас экспортированная экономика. И мы не Америка, не Китай и даже не Россия, чтобы закрыться. Мир совершенно другой. Поэтому пусть кто хочет, тот пусть едет. Побежал за длинным рублем. Это есть определенное обязательство, последствия. Как я рассказывал. Работает там, длинный рубль получил. А к нам едешь, чтобы медицинские услуги получить, образование там и так далее. Ну поехал там, живи и получай эти услуги. Потому что здесь же у нас датируется и здравоохранение фактически за государственный счет. Образование тем более у нас государственное. Это же мы все платим за это. А он там сидит, он же не платит никаких налогов. Вот людям надо доносить эту правду, горькую правду. И не рассчитывать, что за нас решит кто-то какие-то вопросы. Потом, вы же вчера услышали, это тоже очень важно. Польша и Соединенные Штаты Америки заключили еще один договор о военном сотрудничестве. Уже перебрасывают Соединенных Штатов Америки, не с Германии в Польшу, а с США. Перебрасывают новые контингенты военнослужащих. Спрашиваются, зачем? Если кто-то из наших не понимает, особенно этих протестунов, пусть подумают, что ситуация не такая простая. Если кто-то хочет сделать Беларусь провинцией Польши или Литвы, это только через мой труп. Они должны это понимать. Беларусь. Беларусь.